15 марта во всем мире отмечался День защиты прав потребителей. В России они закреплены законом от 1992 года. Им регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, продавцами, при продаже товаров или услуг, устанавливаются права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества. А в настоящее время Роспотребнадзор проводит месячник за права потребителей услуг мобильной связи. Насколько часто нарушаются права потребителей в этой сфере, расскажет Дарья Самородова. Каждый из нас ежедневно является потребителем товаров и услуг и, конечно, имеет право на их надлежащее качество и безопасность. Так, например, из года в год число пользователей услуг мобильной связи в мире стремительно растет. По статистике, в 2013 году мобильной связью пользовались почти 7 миллиардов человек. По опросу респондентов, пользующихся услугами мобильной связи, многие чувствуют себя обманутыми из-за отсутствия полной, четкой, понятной информации в договорах с операторами связи. Также актуальными являются вопросы качества связи, своевременного предоставления информации о стоимости оказанных услуг мобильной связи. Договор будет заключен лишь в том случае, если сторонами будет достигнуто соглашение по существенным условиям договора. Это вот к существенным договорам, к существенным условиям относится перечень услуг бесплатных, перечень услуг платных, которые будете получать, стоимость, условия порядок их предоставления, условия порядок их оплаты. Это обязательные существенные условия договора. Только за минувший год в территориальный отдел Роспотребнадзора поступило 196 обращений, по которым было подготовлено 74 претензии и 21 иск. Потребителям была выплачена сумма почти в 5 миллионов рублей. Это, кстати, в 32 раза больше, чем в 2012 году. В числе основных причин обратившейся остается продажа товаров с недостатками. Услуги мобильной связи тоже занимают лидирующее место. Одно из самых популярных обращений, как отмечает специалист по защите прав потребителей Екатерина Оборонова, это большая задолженность в роуминге. Прежде чем ехать, отправляться куда-то, пусть это по России, даже в другой город или в другую страну, советую приостановить такую услугу мобильной связи, как роуминг. Временно приостановить. Напишите оператору заявление в двух экземплярах. Примерно следующего содержания, что в случае отсутствия или окончания средств на вашем счете, то есть роуминг или диалог, там разговор прекращается. Каждый абонент вправе получать информационно-справочные услуги от операторов, своевременно получать информацию о новых тарифах, сменить оператора мобильной связи, сохранив прежний номер, отказаться от навязанных дополнительных услуг, не оплачивать первые три секунды связи. Но все же, если права нарушены, в первую очередь необходимо обратиться к оператору связи. А чтобы привлечь недобросовестного оператора к ответственности, потребителю необходимо обратиться с письменной жалобой в территориальный орган по надзору в сфере защиты прав потребителей. Дарья Самородова, Максим Мячин, программа «Время местное».